Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, продолжаем нашу недельную главу Ваешев. Рассказывает однажды, что Хафицхайм во время чтения молитв в Слихот ударил так рукой по стойке, призвав внимание общины. И когда установилась тишина, он сказал, что мы вообще здесь делаем? Что мы рассказываем Богу, что мы согрешили? Он что, без нас этого не знает? Мы ведь должны были сами признать себе в первую очередь, сказать себе о том, что мы согрешили, что мы виноваты, что мы готовы начать с чистого листа. Вот что должны были делать. Но мы маловеры относительно себя. Еще святой Орахаим сказал, что когда он побуждал грешников к раскаянию, он получал один и тот же ответ, когда человек действительно в душе уже раскаялся. Мы раскаемся немедленно, если пообещаешь нам, что мы сразу умрем. Ведь мы же знаем, что продолжая жить, мы будем продолжать грешить. Вот это вот самая большая ошибка. Может они и правы в том, что люди слабовольные, бессильны, но есть помощь свыше, она безграничная. И все, что от нас требуется, это только сделать первый шаг, сделать что-то такое, чтобы помощь неба к нам пришла. Иуда, который описывается в недельной главе, был способен сделать невероятный шаг при всех, при людях. При он, один из глав колен Израиля, просто стоя лицом к лицу с женщиной, которую он осудил за блуд на смерть, признать, что это он, что она не виновата и что виноват он. Ну вы представьте себе эту ситуацию, это действительно... А ему что стоило? Ему стоило просто промолчать. Она не собиралась его разоблачать, не собиралась кричать, что это он. Больше того, все доказательство своей невиновности она передала ему. Тамар передала ему. Кстати, Тамар это внучка Шема. Так вот все замечательно в Торе складывается. Это не просто женщина из неизвестной семьи, это внучка самого Шема. Одного из самых праведных людей на земле. Поэтому Иуда знал самую важную вещь, может быть, которую каждому стоит знать. Надо сразу, если ты совершил ошибку, не совершать невозможно. Совершил, надо сразу сделать работу над ошибками, чем наматывать виток на витком, чтобы целый клубок, а потом не знаешь, что с ним делать. Если бы мир порождал безгрешных, было бы, конечно, проще. Но написано, лал царь Шлома, что нет на земле такого праведника, который даже праведника, который жил и не согрешил. В этом мире невозможно не совершать ошибок. Но можно извлекать из них уроки, или стараться, по крайней мере. С величайшим сожалению, это встречается редко. Иуда это умел. И потому от него произошли цари Израиля. Вообще, мудрый человек, он предусмотрительный и способен учиться даже на чужих ошибках. Глупый он только на своих. Но есть еще и третий, сумасшедший человек, который не делает ни того, ни другого. А без конца наступает на одни и те же грабли, при этом ожидая нового результата. Даже не пытаясь, вообще, когда с ним пытаешься говорить, он ничего не хочет слушать. Зачем учиться на ошибках? Нужен другой результат. То есть люди, не исправляя ситуацию, хотят другой результат. Это, к сожалению, мы только хотим этого. Небо знает, что нам лучше, что нам хуже. Однажды Хафицхайм спросил человека, как он поживает. И он ответил ему, хорошо было бы получше. И это не повредило бы. И мудрец начал кричать, да откуда ты знаешь, что повредило бы, что не повредило бы. Откуда ты знаешь? Творец лучше нас знает. Ситуацию знает тебя. Он милосерден, он хочет тебе блага. Если он не дает тебе чего-то того, что ты хочешь, это знак того, что так лучше. Поэтому это очень тяжело. Очень тяжело, когда тебе кирпич упал на ногу, сказать спасибо. Это понятно. Но учиться-то мы должны. Это мы сейчас, кстати, и делаем. Надо всматриваться на писание мудрецы в свою жизнь. Надо находить для этого ежедневное время. Человек обязан остановить вот этот безотчетный бег своих дней. И спросить себя, куда я мчусь с такой скоростью? Чем я занят все дни жизни моих? И что, какая цель, что в конце, для чего мне дана жизнь? Вот это все надо остановиться и обдумать. Известна каббалистическая формула. И говорится таким образом. Если ты сегодня живешь, потому что ты жил вчера, значит ты мертв. Быть по-настоящему живым означает генерировать свою жизнь в сегодняшний день. Что-то новое делать. Сегодня, в эту минуту. А не как пассивный результат прошлого. Это должна быть... Человек должен нацелен на что-то быть. Даже если какая-то сложность, какие-то проблемы. Пережил и пошел дальше. Любавический Рэбэ говорил, что некоторые, полагая, что они прекрасно поступили вчера или на прошлой неделе, тем самым выполнили все, что от них в жизни требуется. Это подобно, как денежной суде. Дали кому-то взаймы и теперь получаете проценты. Но дело в том, что Тора запрещает, говорит Любавический Рэбэ, брать проценты со всех. Даже с Бога. А это получается процент с Богом. Был вчера, это вчера. Поэтому каждый день должен быть новый. В каждый день надо что-нибудь маленькое сделать. Но малюсенькое, малюсенькое. Сегодня особенно в дни, когда приближается Ханука. Это же есть вот суть праздника. Каждый день добавить чуточку света. Каждый по-разному. Но что-нибудь надо добавить. Брахава от слаха. Всего самого-самого лучшего.